Давайте усаживаться, успокаиваемся. Небольшой опрос. Кто с какими объемами баз данных работает в своих проектах? У кого это, ну, допустим, больше 10 гигабайт? Давайте условно в гигабайтах. А это не принципиально сейчас. Так у кого больше 10? А больше 100? А терабайт есть? Одни и те же практически люди. Ну так вот, сегодня у нас выступает Александр Леутин. Он руководитель службы технической поддержки Infinity Solutions. И он нам расскажет, как они мигрировали 20 терабайт данных в своей базе данных и при этом смогли выжить. И по итогам после доклада Александр хочет выбрать лучший вопрос и на него, задавшему его, небольшой презент от компании вручить. Александр? Да, спасибо. Привет, UVDC. Небольшой слайд с напоминанием для меня, о чем же будет мой сегодняшний доклад. В ходе доклада я расскажу про наш CDC-конвейер, расскажу, какую боль мы преодолели, какие варианты попробовали, почему отказались от собственного решения и используем опенсорсное. Также расскажу, что мы продолжили хранить в Оракли, а какую часть данных перенесли в Elasticsearch. И расскажу ошибки, с которыми мы при этом столкнулись. Немножко расскажу пару слов о нашей компании. Мы, наверное, не так широко известны в Челябинске, как хотелось бы. У нас пара десятков выпущенных продуктов, больше 120 человек в штате и 16 лет стабильной работы. Стабильной во всех отношениях и по условиям работы, и по работоспособности наших продуктов. Приходите к нам, мы расширяемся активно. Над чем мы работаем? У нас три основных направления деятельности. Первое – это ЕМИАС, Единая медицинская информационно-аналитическая система города Москвы, автоматизация Московского государственного здравоохранения. Второе – это МЭШ, это Московская электронная школа. То есть мы делаем социально значимые проекты не только в здравоохранении, но и в образовании. И еще мы немножечко автоматизируем ЖКХ в Челябинске. Эта сфера деятельности не так развита, но в ближайшее время, надеюсь, тоже активно начнет расти. И немножко расскажу о себе, чтобы вы понимали вообще, почему я решил, что могу прийти и рассказать про миграцию данных. Я руковожу командой, которая обслуживает одни из критически важных систем ЕМИАСа, то есть Московское здравоохранение. За время моей работы эта система выросла с 7 серверов до 700, и мы продолжаем рост, растем по некоторым системам, там по 100% в год. И объемы данных в терабайты уже не пугают, но заставляют задуматься. Еще немножечко вводной части про конвейер. Что такое CDC? CDC – это Change Data Capture. Это подход к интеграции данных, основанной на регистрации и отправке и доставке изменений из одной системы, хранящей данные в другие системы. И кому это может пригодиться? Это может пригодиться тем, кому нужно, как и нам, проиндексировать какой-то объем данных для поиска. Может пригодиться тем, кто работает с Big Data, Data Lake, то есть тем, кому нужно данные из исходных систем отправлять в систему потребителей и дальше анализировать их. И немножко расскажу о исходной системе, с которой мы работали, куда мы наш CDC-конвейер прикручивали. В системе хранится порядка 3 миллиардов документов. Система хранит данные о электронных медицинских документах. Я сейчас расскажу про кусок, который хранит именно мета-данные. То есть не сами данные, рост, возраст, вес, давление, температура, а о данных об этих документах. То есть кто создал документ, когда, какой тип, какой статус у документа и так далее. И система эта пишет порядка трех записей о новых медицинских документах в сутки. Что мы имели перед миграцией, перед тем, как мы начали прикручивать наш CDC-конвейер? У нас была база данных в Oracle, объем которой составлял порядка 20 терабайт. И эта база состояла из пары десятков таблиц. Большая часть из них достаточно мелкие, справочники технологические и так далее. Есть три самых крупных таблицы. Таблица с метаданными документов, таблица с их тегами и таблица с записями аудита. У одного документа может быть один или более тегов, может быть, вообще не быть тегов, может быть пара десятков. И все записи о том, какие действия, кто и когда производил систему, они пишутся в таблицу с аудитом. При этом время выполнения сложных поисковых запросов составляло от полутора до четырех секунд. Под сложными запросами я имею в виду запросы, которые используют данные более чем из одной таблицы. То есть когда вам надо джойнить таблицу, в которой 3 миллиарда записей, и таблицу, в которой 15 миллиардов записей по каким-то параметрам, Oracle почему-то начинает работать иногда очень плохо. Ну и не только Oracle. Наверное, любая SQL база, реляционная база будет работать не очень хорошо. Тем более, когда таких запросов прилетает несколько сотен в секунду. То есть у нас было на момент начала порядка 400 RPS на такие сложные запросы. Мы поняли, что так жить нельзя, надо что-то менять. И перед тем, как что-то менять, мы сели и подумали, чего же мы хотим. Хотели мы перенести логику обработки поисковых запросов из движка реляционной с UBD Oracle в движок, который больше для этого подходит, для полнотекстового поиска в Elasticsearch. При этом мы хотели отслеживать онлайн изменения всех таблиц в Oracle и транслировать их в Elasticsearch. То есть если у нас статус документа изменился в какой-то момент времени из-за действий пользователя, то мы должны об этом изменении узнать и сохранить его не только в хранилище первичных данных, но и транслировать наш поисковый движок. При этом дельта консистентности между хранилищами по требованиям бизнеса должна была быть не более пяти секунд. То есть если пользователь сохранил документ, через десять секунд начал говорить, найди мне, пожалуйста, документы, которые я сохранил, а мы не выдадим ему документ, который недавно совсем был сохранен, возникнут вопросы и проблемы. Дальше. Системы у нас достаточно большие, достаточно активно растут, поэтому новый кусок архитектуры мы хотели иметь максимально масштабируемым. Позже расскажу, почему это важно. Все это нам нужно было для того, чтобы разгрузить основной сервер с UBD Oracle, чтобы профильные задачи по хранению и извлечению данных он выполнял быстрее. И при этом, конечно же, изменения нам нужны уже вчера. То есть мы хотим 20 терабайтную базу данных взять и проиндексировать так быстро, как только это возможно. Для хранения, для использования инструмента для поиска мы выбрали Elasticsearch. Наверное, только ленивый уже не слышал про это, но я все-таки проговорю, что это такое. Это распределенный поисковый движок с открытым исходным кодом на базе Apache Lucene, который тоже движок с открытым исходным кодом, именно поисковый. Данные в Elasticsearch можно сохранить или извлечь с помощью API в формате JSON. Elasticsearch автоматически сохраняет исходный документ, то есть то, что отправлено к нему на индексацию, индексирует те поля, которые ему сказано проиндексировать, но сохраняет исходный документ и может выдать его по поисковому запросу. Почему мы решили не создавать свой велосипед для индексации данных, а решили взять какое-то готовое решение? Когда мы начали анализировать проблему и более детально проектировать решение, мы увидели, что у нас ограничивают ошибки проектирования базы данных, которые были допущены на ранних этапах реализации системы. То есть у нас был ряд больших таблиц, в которых отсутствовал первичный ключ. Колонка, по которой можно было бы партиционировать одну гигантскую таблицу на несколько маленьких, ну, на несколько более мелких. Когда мы говорим про 15 миллиардов, про маленькие таблицы, наверное, уже язык не поворачивается, конечно, говорить. Дальше. Если бы мы реализовывали свой движок, у нас были бы сложности с механизмом реализации follow-up. То есть когда изменения в базе уже обновлены, нам надо получить изменения в индексе. И если у вас нет, опять же, первичного ключа, это может быть проблемой, которые приведут в итоге к возможному нарушению консистентности данных между эластиком и ораклом. То есть между первичным хранилищем и индексом. Нам этого не хотелось бы. То есть либо чтобы пользователю возвращались данные о документах, которые уже не соответствуют поисковому условию. Это нам было недопустимо. Поэтому мы решили работать с готовым решением на уровне базы данных. То есть нам стал требоваться точно конвейер CDC. И мы решили провести небольшой решенчин девелопмент. И поискать варианты, которые есть для реализации CDC решений. Что было важным при выборе инструмента? Так как данные у нас лежали в оракле, нам было важно, конечно, чтобы CDC решение работало с ораклом и умело читать оттуда данные. Также нам хотелось найти продукт, который хорошо документирован, чтобы не только по исходному коду разбираться с тем, как и что там работает внутри, а иметь какую-то вменяемую документацию. И для решения проблем хотелось, чтобы у инструмента было уже большое комьюнити. Чтобы это был какой-то активно развивающийся инструмент, которым не полтора человека пользуются, а более-менее стандарт индустрии, чтобы проще было искать решения и специалистов, которые умеют с ним работать. Первым очевидным вариантом, на котором упал наш взгляд, был инструмент от Oracle. Oracle Golden Gate. У него есть масса плюсов. Первый плюс – это решение от Oracle. То есть оно хорошо будет работать с Oracle Database, в которой у нас лежат данные. Дальше у него будет прекрасная документация на 800 страниц. И достаточно большое комьюнити, потому что инструмент распространяется компанией Oracle и активно поддерживается. То есть масса специалистов, которые работают в этой сфере, они с ним знакомы. Но, к сожалению, не обошлось и без минусов. Минусы. Первый минус, как ни странно, он такой же, как и плюс. То есть это решение от Oracle. Если вы работали с продуктами компании Oracle, Oracle Database, GVM и так далее, вы знаете, что у них достаточно специфичная философия по настройке. Не всем она подходит, не всем она нравится. Дальше это большой сложный инструмент, его сложно настраивать. Он очень гибкий. Минусы можно все настроить, плюсы нужно будет все настроить. Дальше есть санкционные риски. В связи с геополитической ситуацией компания Oracle перестала работать с коллегами, с партнерами из России. И не только с госзаказчиками, но уже и с коммерческими структурами, насколько мне известно. И даже если эти геополитические риски отбросить, Golden Gate имеет достаточно высокую цену и сложную политику лицензирования. Поэтому мы пришли к вариантам использования open source продуктов. И тут появилась первая проблема. Их не так много. Не так много. Я имею в виду, что мы нашли только один инструмент, который умеет работать с Oracle. Open source на ACDC решение. Это называется Debezium. Все плюсы, которые мы хотели бы видеть в решении, которое нам требовалось. Большое комьюнити, хорошая документация и возможность работы с Oracle из коробки у него были. Итак, Debezium. Это набор распределенных служб для регистрации изменений, трансляции их в другие системы, чтобы можно было обработать их нужным образом. Debezium построен на основе так называемых коннекторов. Перечень коннекторов, с которыми он умеет работать на экране. Достаточно много баз данных. То есть при анализе, при выборе мы отталкивались не только от того, что он единственный. Даже если появится какой-то другой инструмент, Debezium умеет работать с большим количеством баз данных. И мы решили, что если мы изучим и научимся с ним работать, то нам будет проще положить его в свой стэк технологии и решать какие-то задачи не только с Oracle, но и, например, с Postgres или с Cassandra. Итак, какой же конвейер захвата данных у нас в итоге получился? В левом верхнем углу у нас тут нарисовано приложение. Мы рассматриваем именно кусок архитектуры, не всю систему. Именно наш CDC конвейер. CDC решение… Приложение пишет данные в базу, которая хранит первичные данные в Oracle. Из Oracle их вычитывает Debezium коннектор, который работает внутри платформы Kafka Connect. Debezium регистрирует изменения и направляет их в очередь сообщений Kafka, которая используется как промежуточное звено, как буферная система. Далее эти сообщения вычитывает приложение на базе фреймворка Ascara Streams, трансформирует их определенным образом, склеивает данные из двух или более таблиц в нужном нам формате. Я о нем расскажу чуть позже. И также транслирует в Kafka, но уже в другой топик – docs. Откуда их читает следующий коннектор на базе Kafka Connect – Elastic Sync коннектор. И Elastic Sync коннектор занимается тем, что перекладывает данные из Kafka в Elasticsearch, сохраняя либо обновляя существующие документы. Есть еще ряд инфраструктурных вспомогательных компонентов типа ZooKeeper и SchemaRegistry, но на них я остановлюсь чуть позже. Да, в итоге работы всей этой системы данные из Oracle попадают в Elasticsearch, откуда их может читать приложение и использовать для поиска. Остановимся теперь подробнее на всех компонентах этой системы. Что делает Dibesium конкретно? Сперва он читает конфиг, который мы ему задали, определяет таблицы для захвата. То есть какие изменения из базы данных он должен логировать и транслировать в Kafka. Затем он из специального журнала транзакций Oracle определяет SCN. SCN это номер системного изменения. Если вы работаете с Git или с другими системами контроля версий, можно упрощенно представить эту аналогию как номер коммита или хэш коммита. Далее Dibesium выполняет инструкцию в Oracle. Select звездочка from таблицы, которая ему надо. Это S of SCN. То есть эта таблица говорит, дорогой Oracle, дай мне, пожалуйста, состояние базы данных, состояние таблицы, каким оно было на момент такого-то изменения. То есть позволяет зафиксировать момент, даже если данные потом изменятся, Oracle нам прочитает те данные, которые были в нужный нам момент времени. Далее Dibesium создает рид события для каждой строки, эмулирует, как будто мы эту строчку только что написали в базу данных, а не она лежала у нас несколько дней, месяцев или лет, и транслирует сообщение в топик Kafka для конкретной таблицы. И как только этап индексации снапшота пройдет, Dibesium хранит часть своих настроек и ход индексации, то также в служебном топике Kafka. Чуть позже вернусь к этому моменту, будет понятно, почему это важно. Перед тем, как использовать Dibesium, нам надо подготовить Oracle. Какие есть особенности у Dibesium? Если снапшот не был вычитан до конца и коннектор упал с ошибкой, нам нужно будет начинать все сначала. Потому что нет какого-то маркера, кроме… То есть у нас есть условно 2 миллиарда строк с одним и тем же SCN. Если мы прочитали полтора миллиарда, нам осталось всего половинка, и мы упали. Мы не знаем, какие строки мы прочитали, какие нет. Нам нужно начинать все сначала. В этот момент индексации снапшота у нас система не отказоустойчивая. Перед тем, как Dibesium всегда работает в один поток. Опять же, потому что мы не знаем, какие из большого количества строк у нас были прочитаны, какие не были прочитаны. У нас выход остается один. Читать это все в один поток последовательно. И таким образом мы проиндексируем все, что надо, и ровно один раз. И еще из особенностей. Dibesium работает только с primary базой данных. То есть если у нас есть кластер ActiveStandby или PrimaryStandby на Oracle, MasterSlave, то Dibesium пишет часть данных не только в Kafka, но и в свои служебные таблицы в Oracle. И поэтому он не умеет работать со Standby. FitchRequest есть. Они реализованы. То есть по словам авторов Dibesium он вроде как научился, но у нас завести не получилось. Есть открытые баги в Jira. самого Dibesium. Мы активно за ними следим, но пока вот так. Дальше из особенностей работы Dibesium всегда нужно хранить архив лог, то есть журнал транзакции Oracle, до тех пор, пока не будет вычетан снапшот. Это приводит к своим ограничениям в настройке Oracle и к требуемому объему свободного места на дисках с UBD. Это тоже надо будет учитывать, если вы захотите спроектировать и реализовать такую систему. За другой стороны, если у вас нет необходимости индексировать уже имеющиеся данные, вы хотите индексировать только вновь поступающие данные, то этап снапшота можно спокойно пропустить и начать запись изменений и вот с текущего момента забить на историю. Также в качестве особенностей отмечу, что нет транзакционности между первичной базой и поисковым индексом, потому что система в базу пишет один процесс, а до эластика доставляет еще другой набор данных и мы не можем сказать пользователю, что подожди, пока мы данные в эластик не проиндексируем. Мы пользователю, который пишет данные в базу, говорим сразу, что все твои изменения записаны, работай дальше. До индекса они доезжают с какой-то задержкой. Перед тем, как использовать Debezium, нам надо грамотно подготовить Oracle. Что такое грамотно подготовить Oracle? На большинстве взрослых систем, которые работают с важными данными, уже включен режим ArchiveLog, то есть режим, в котором база данных не просто вносит изменения в файлы данных, а еще и дополнительно логирует их в ArchiveLog, чтобы можно было восстановиться на какой-то момент времени. Если вы используете ArchiveLog, то вам надо будет убедиться, что объемы Flash Recovery Area, undo логов и политика ротации этих undo логов, она удовлетворяет вашим потребностям, вашей активности с базой данных, проверить эти моменты. И дополнительно надо будет включить supplemental logging на уровне таблиц и на уровне баз данных. То есть в ArchiveLog режиме, если у нас есть таблица с, скажем, 20 колонками, мы меняем только одну колонку, Oracle будет хранить старое и новое значение для вот этой измененной колонки. В supplemental logging будет сохранена вся строчка целиком, что нам и нужно для индексации. Сколько будет вычитываться snapshot? Здесь нет какого-то алгоритма расчета, кроме того, как понаблюдать, запустить, понаблюдать эмпирически и попробовать рассчитать это. Мы запустили систему на нашем оборудовании, на наших процессорах, СХД, на наших объемах баз данных с нашими настройками. Нам удалось выжить максимум производительности порядка 3 миллионов строк в минуту. Дальше мы применили наше страшное могущественное оружие экстраполяция, известный комикс из KCD. В общем, мы посчитали, что на наших объемах snapshot будет индексироваться порядка 9 дней. При этом по наблюдениям наших DBA прирост архив логов в рабочий день, когда пользователи активно работают с системой, архив логи занимают порядка 15 гигабайт в час. Перемножив эти цифры, сделав небольшой запас на возможные проблемы с работой системы, мы пришли к объему undo log порядка 3,2 терабайт. То есть это место, которое нам нужно хранить на дисках, именно под размер undo log. И размер flash recovery area 3,2 терабайта плюс запас. У нас получился порядка 3,7 терабайт. Просто чтобы это все работало на сервере BD. Немножко расскажу про структуру данных, которые мы индексировали. У нас есть большая табличка с тегами документов, с метаданными документов. Тут несколько полей отображено. И маленькая табличка с тегами документов. Таблицы, связанные по идентификатору документа, связь один ко многим. То есть одному документу может соответствовать ноль или любое количество тегов. Чуть позже также будет видно, почему это важно. Дальше мы… Как мы индексируем, как мы трансформируем данные перед тем, как они приехали в наш первичный топик Kafka до момента, как они у нас ложатся в эластик. Сообщения склеиваются из нескольких сообщений в одно, используя какое-то временное окно. То есть если мы создали документ, потом тут же его сохранили несколько раз в черновике, нам нет смысла хранить, индексировать данные о первом событии, если мы можем проиндексировать данные сразу о последнем событии, если оно там с небольшой задержкой произошло. Мы их склеиваем. Мы нормализуем формат документа для эластика. То есть приводим типы какие-то из тех, что лежат в Oracle, к тем, что лежат в эластике. И мы отправляем склеенное сообщение в топик, которое использует дальше ElasticSyncConnector, отправляющий, собственно, данные в эластик. Покажу на примере, что это значит. То есть сообщение из топика, в котором лежат метаданные документов, содержит идентификатор, статус и какие-то служебные поля, которые пишет Divizium, они показаны здесь зеленым. Сообщения из топика с тегами документов, они содержат теги, привязку к идентификатору и тоже ряд служебных полей. Движок на базе AscaraStream склеивает эти сообщения, и в итоге из двух получается одно. Видно синим и красным. То есть то, что раньше было в разных топиках, в разных сообщениях, сейчас будет лежать в одном топике, в одном сообщении. Здесь нам на помощь, чтобы произвести эту трансформацию, нам нужно было выполнять это все в коде, и мы нашли язык, нашли решение. Это скрипт на встроенном в Elasticsearch движке поисковых запросов. Так называемый painless скрипт. У нас получилось не совсем painless, но задачу мы в итоге решили. То есть это скриптовый язык, который выполняется внутри той же самой GVM, в которой бегает Elastic, и компилируется в GVM bytecode. За счет этого получается достаточно быстро и достаточно безопасно. Скрипт выполняется при каждом обновлении документа в индексе, и выполняет удаление или обновление элементов документа в уже существующем документе, либо создает новый недоступный для поиска документ в случае неполных метаданных. Что значит случай неполных метаданных? Я раньше останавливался на структуре системы. То есть мы в одной таблице храним метаданные документа, в другой — в теге. Читается это все разными потоками, в разные топики, может быть обработано с разной скоростью. То есть может возникнуть ситуация, когда теги документа к нам уже приехали, а его метаданные, что за документ, кто его создал, какой тип и так далее, они еще не приехали. Нам надо эти данные проиндексировать на будущее, но пользователей не выдавать при им поиске. Дальше. Может возникнуть ситуация, когда в Kafka приходит сообщение с более ранним SCN-ом в одну таблицу, чем уже обработанные SCN-ы с другой таблицы. Что делать в таком случае? Мы решили сохранять, но не выдавать SCN в поиске метадан в Elasticsearch. И при выполнении скрипта ориентироваться на этот SCN. Если теги удаленного документа приехали после удаления документа, мы будем пропускать их и не будем засорять базу данных лишними данными. Небольшой пример кода на языке Painless Script. В принципе, мне кажется, достаточно хорошо читается, даже если вы на этом языке до этого не программировали. Немножко похож на JavaScript либо на Java. Дальше. Elastic Sync. Следующий кусок, элемент цепочки нашего конвейера – это Elastic Sync Connector. Он занимается тем, что перемещает данные из Kafka в Elastic. У Elastic есть два метода работы с API. Это insert по умолчанию и absurd. Создание нового документа либо обновление существующего. У обоих есть проблемы. Insert, который используют под капотом индекс API, он не позволяет выполнить обновление. То есть если вы хотите сложить документ, вам надо целиком этот документ передать. В Elastic нельзя обновить какие-то существующие поля уже в сохраненном документе. А апдейт не позволяет выполнить painless script, что нам тоже не подходило. Что мы сделали? Мы взяли, форкнули Elastic Sync Connector и написали свою реализацию, которая позволяет выполнить апдейт с вызовом painless скрипта. Дальше. Если вы хотите индексировать данные в Elastic большим объемом и иметь хорошую производительность при этом, вам надо настроить будет Elastic соответствующим образом. Я здесь подробно останавливаться не буду. Если интересно, давайте пообщаемся в кулуарах, либо скачайте презентацию, обсудим, можете написать, обсудим конкретно какие настройки нужны. Дальше мы столкнулись с необходимостью править маппинг в Elastic. Что такое маппинг? Маппинг – это структура, которая описывает, как данные будут лежать в Elastic, какие типы будут иметь и как будут располагаться в базе. Мы сначала хотели хранить теги документов, как вложенные документы в Elastic, потом поняли, что на наших объемах это будет работать очень медленно. Провели нагрузочное тестирование, все работает, но скорость абсолютно не устраивала. Поэтому мы решили часть данных денормализовать и хранить их, конкатинировать их и хранить в поле типа keyword, но вложенные документы при этом оставили, потому что если у вас несколько значений склеено в одно и вы хотите использовать поиск на больше-меньше, то у вас не получится этого сделать, то есть вам надо будет хранить исходный документ тоже. Дальше я хотел пробежаться по возможным точкам отказа в нашей большой сложной системе и начать хотел с конца цепочки, то есть с Elastic Search. В качестве инструментов отказоустойчивости в Elastic Search мы используем реплики, то есть данные поискового индеса хранятся более чем в одном экземпляре. Elastic у нас кластеризованный. Если часть узлов выйдет из строя, то с помощью реплик мы сможем до какого-то момента восстановить эти данные из реплик. Если потеряем весь индекс, то мы делаем на этот случай снапшоты и храним Kafka Offset. Можно будет восстановить данные в Elastic из топика Kafka, который находится непосредственно перед ним. И на случай, если мы потеряем весь кластер и будем долго его восстанавливать, чтобы у нас работа системы не останавливалась, мы предусмотрели выключатель старого механизма. То есть данные раньше использовали поиск, использовали по Oracle. Это было медленно, но это работало. Оставили старый механизм на случай отказа системы. Если у нас пропадет… То есть что дальше будет, если у нас будут какие-то перебои с Kafka, которые у нас используются в двух местах, там три топика. Kafka у нас также работает в кластерном режиме. Для этого используются реплики. Если у нас пропадут данные с Kafka совсем, если реплики нам не помогут, мы сможем запустить дебезиум коннектор с последнего обработанного SCN, но для этого этот SCN надо где-то хранить. Этот SCN мы экспортируем в виде метрик в формате Прометея и сохраняем отдельно. Мы доработали дебезиум коннектор, чтобы он выдавал SCN в нужном нам формате, и мы его дальше собирали. Что делать, если сломается дебезиум? Если сломается дебезиум на этапе первоначальной индексации, как я уже говорил, выход только один, перезапустить цепочку с нуля. Если дебезиум сломается на онлайн режиме, просто запускаем его дальше, он индексирует данные из архивлогов, поэтому выход тут один, мониторить и хранить архивлоги подольше, насколько вам важна эта возможность для восстановления. Если у нас сломается Ascara Streams или Elastic Sync Connector, то ничего страшного. Перед каждым из них есть Kafka, которая работает как буферное хранилище. То есть настроив политики хранения и политику ротации данных в Kafka, мы отказоустойчиво здесь обеспечим. Если мы потеряем архивлоги из Oracle, по какой-то причине дебезиум не успел вычитать данные из архивлогов, то выход тоже один, полная переиндексация. Это долго-медленно, но по крайней мере мы этот риск проработали. Дальше немножко расскажу, как мы мониторили эту систему. То есть дельту, добавляемую дебезиумом, измеряет сам дебезиум. Вернемся снова к этим картинкам. То есть здесь у нас есть время в миллисекундах, в течение которого это сообщение было обработано дебезиумом. И AscaraStreams добавляет свое время. Вычтя одно из другого, мы можем знать, сколько у нас времени затрачено на обработку каждого конкретного сообщения с помощью AscaraStreams и с помощью дебезиума. Дальше мы это можем представить в виде гистограмм в формате Прометея из AscaraStreams экспортировать эти метрики, собрать и визуализировать в нужном нам формате. Что у нас в итоге получилось? У нас получилась конфигурация, в которой у нас три брокера Kafka. На каждом из них достаточно большой диск по 6 терабайт. И семь узлов эластика хранят у нас эти данные. При этом один индекс занимает 2,7 терабайта. Это без учета реплик. Соответственно, если хотите три реплики хранить, то у вас будет почти 9 терабайт. Время работы самого дебезиума. Время, которое конвейер добавляет, у нас порядка одной секунды в установившемся режиме. И конвейер добавляет еще пару секунд. То есть в 5 секунд, которые у нас были изначально по требованиям бизнеса, мы вполне уложились. Индекс эластика мы побили сразу на 210 шарт. 210 маленьких независимых кусочков. Это достаточно большое число, которое делится на 2, на 3, на 4, на 5 и так далее. То есть мы, если будем масштабировать наш кластер эластика, мы достаточно вольготно себя здесь будем чувствовать, чтобы у нас каждый индекс не занимал слишком много мест. Какие выводы можно сделать по итогам пути, которые мы прошли? Дебезиум в целом, он работает. И дебезиум вместе с ораклом тоже работает. То есть можно использовать это решение. Оно классное, оно работоспособное. Пожалуйста, если вам нужно будет такую связку сделать, используйте. Дебезиум с ораклом с Real Application Cluster или REC, это технология оракл для построения кластеров типа Active-Active. Он не работает, есть открытый баг в дебезиуме, активно за ним следим, очень ждем исправления. Дебезиум с оракл стендбай не работает. Постоянно обещают, очень активно допиливают, но пока еще нет. Также мы сделали вывод, что мониторинг очень нужен, даже если приходится перепиливать стандартные экспортеры. Собственно, мы это сделали. Активно патчили. Очередной как бы, не инсайт, но вывод. Продумывайте сценарий отказа в больших сложных системах и выключателей фич, которые позволят вам работать, даже если что-то пошло не так. И, в общем-то, это все. Спасибо, Александр. У нас немного времени, буквально один-два вопроса. Ага, вижу. Всем привет. Спасибо за доклад, во-первых. Меня зовут Лев, я сайт Reliability Engineer в компании Тинькофф. И у меня вопросы, ожидаемо, про надежность решения. Проговорили про выключатель. Я правильно понимаю, что оно на ручном приводе как-то работает? То есть заметили по мониторингу, что отвалился там дебезиум, включили ручками? Да. Не думали какой-то автоматический фоллбэк прикрутить? То есть мониторинг на уровне приложения, хелс-чеки и прям фоллбэк-механизм с самим приложением, чтобы время реакции увеличить? Думали. Ну, время реакции уменьшить, да. Думали, но пока решили, что этот механизм, он сам потребует достаточно серьезной отладки. И, как говорит принцип Мерфи, что система обеспечения надежности выйдет из строя первой и сложит за собой все остальные системы. Поэтому этот момент мы решили оставить на человеческом факторе, на дежурном инженере, инструкциях и так далее. И еще один вопрос. В сценариях отказа не увидел, что бывает с этой системой при перегрузках. То есть случается какой-то взрывной рост. Ну, мало ли, там багу допустили, много-много одинаковых документов начали писать. Что будет, если в 10 раз нагрузка вырастет, потом упадет? И как система вообще себя будет вести? Проверяли? Конкретно этот кусок системы не проверяли, потому что у нас есть выключатели на более ранних этапах. То есть десятикратный рост нагрузки, он будет отловлен еще на уровне балансировщиков, которые регулируют объем запросов перед приложением. Поэтому приложение внезапно не начнет писать такое большое количество данных в логе. Вы недооцениваете разработчиков. Спасибо. Всем привет. Спасибо большое за доклад. Меня зовут Андрей. Я работаю в Тинькофф на проекте поиска. У меня вопрос по… Вы сказали семь нод эластика. Расскажите, сколько из них мастер нод, сколько дата нод. Плюс вопрос про репликацию. Она синхронная или синхронная? И про результаты. Насколько ускорили поиск все-таки с переходом на эластик? Спасибо. Репликация у нас здесь асинхронная. У нас все семь узлов дата ноды, то есть отдельных выделенных мастер нод на эластике нет. И насколько ускорили поиск. Но на сложных запросах он был у нас порядка… До четырех секунд стал порядка полутора секунд. То есть ускорили достаточно существенно, и при этом у нас есть место для дальнейшего роста. Спасибо за доклад. У меня вот такой вопрос. Да, вы сказали, что удалось добиться выигрыша в производительности. Но вот после перехода у вас наверняка возросли потребности в вычислительных мощностях. Насколько это сопоставимо с тем, что было и с тем, что стало? Потребности, да, в производительности, в мощностях, конечно, сильно выросли, но нам здесь бизнесовые задачи важнее. То есть нам важно, чтобы пользователи могли быстро работать с этими документами, читать их и писать. Поэтому мы готовы… То есть для нас результат получился оправданным. Спасибо за доклад. Не знаю, ответил на вопрос или нужны какие-то более конкретные цифры. К сожалению, да, я вижу вас. Но, к сожалению, время нас всем поджимает уже. Так что я предлагаю вам отловить его на выходе и не отпускать, пока не ответят на все интересующие вас вопросы. Так что давайте немножечко разомнемся и через 20 минут встретимся снова. А, да, прошу прощения, прошу прощения. Подарочек. Второй вопрос больше всего понравился про синхронную репликацию и про… Подойдите сюда. Ускорение. Спасибо за доклад, было интересно. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok